Добрый день, дамы и господа! У нас сегодня на обзоре уникальная установка от российского производителя. Это приточно-вытяжная установка HIRINICE EF450. И она уникальная почему? Потому что, во-первых, это приточно-вытяжная установка, и во-вторых, она с двумя роторами. Это установка с роторными рекуператорами. Таких в России еще никто не делал. Первая компания, которая сделала это, это HIRINICE. У нее было несколько итераций при производстве, было много сложностей, как произвести такую приточку. И вот сейчас мы видим ее практически в окончательном виде. Она, конечно же, постепенно всегда дорабатывается, то есть процесс разработки идет непрерывный, потому что это российское производство. Сейчас есть 450 модель, будет еще 700 модель, но сейчас будет речь о 450. И вот эта малышка может обеспечить свежим воздухом, экономя при этом максимальное количество электричества 200 квадратную квартиру или дом. И стоимость данной установки достаточно демократичная для ее свойств и преимуществ. Стоит она порядка 370 тысяч рублей. По сравнению с конкурентами достаточно демократичная, то есть ближайшие конкуренты стоят дороже. Но на самом деле и конкурентов у нее нет, потому что все европейские установки практически ушли с нашего рынка. Стимайер нету, Конфовент практически тоже есть установки, но с большими затыками производится. И все они стоят дороже, чем эта приточка. А по своим качествам и функциям они не превосходят, а где-то даже уступают этой машине. Кого-то будет смущать, что производство находится в России. Но на самом деле смущаться не нужно. Это наоборот в данный момент большой плюс, потому что привезти какие-то запчасти для немецкой установки крайне-крайне тяжело. В чем заключается секрет, почему здесь никогда не будет никаких проблем с запчастями? В том, что вот здесь, допустим, стоят немецкие вентиляторы Целябик. Компании Харинайс не проблема их заменить на такие же вентиляторы, но сделанные на другом заводе, такие как Блауберг. Блауберг нам не прекращал привозить. Это тоже немецкие изначально вентиляторы, но завод стоит в Китае. Поэтому поставки всегда есть, проблем с логистикой нет. И вентиляторы один в один заменяются простым движением руки. Это тоже вам все покажу. И все остальные запчасти, примененные в этой установке, все есть в огромном доступе и по ним нет никаких провалов по запчастям. Поэтому и компания Харинайс предоставляет сервис на такие установки 24 часа. Ну что, давайте открывать и смотреть, что же у нее внутри. И при открытии я вам параллельно скажу, в чем был интересный момент. Изначально цветочку изготовили с одной сплошной крышкой. Сейчас вы видите три крышки, три раздельных крышки. А изначально была целиковая крышка. И вы на сайте можете наблюдать, что в этой установке целиковая крышка. Но, так как установка достаточно мощная, она очень напорная, у нее 900 паскалей. Это напор ого-гошенький какой. И что происходило? Даже вот такая мощная крышка, она тяжелая мощность хорошего металла, из 0,8 металла, она начинала от давления, у нее сердцевинка начинала выпирать прямо от давления. И когда она выпирала сердцевинка, у нее потоки внутри замыкались. И у нее терялась производительность и вообще смысл терялся. И пришлось вот переделать конструкцию и сделать вот с такими тремя крышками. И таким образом она стала в четыре раза жестче, потому что у нее стало четыре ребра жесткости. Здесь ребро, это ребро, это ребро и это ребро. Как раз вот в этом месте, где выпирала от давления, стала в четыре раза прочнее. Вот такое было применено простое решение, которое позволило и сделать вот такую установку. Давайте же посмотрим состав шумовиброизоляции. Ну, больше шума теплоизоляции. Значит, это называется материал Евроблок. Как вы видите, он прилегает настолько сильно, что в нем прямо отпечатываются даже все вот места примыкания. И это говорит о том, что никакая пыль не пролетит сквозь стыки панелей. Это такой пористый материал. Это не вата, не пеноплекс. Это специальный пористый материал желтенького цвета с крупной порой. Никакой грязи, как бывает, допустим, каменная вата используется в стенках установки, там, в бризар так-то. Никакого вот этого стекловаты ничего у вас лететь не будет. Это синтетический полностью материал, который никак не разрушаем, ничем не отделяется. Никакой пыли нет в нем. Так, ну что, давайте о конструкции. Все достаточно просто, но при этом правильно. Две жалюзийные заслонки, которые герметично закрывают нашу установку от улицы, когда она выключена. Это часть выброса воздуха на улицу. Это часть забора с улицы. Здесь стоит первичный фильтр G4. Самый первичный, который позволяет защитить наш рекуператор от уличной пыли. Дальше стоит два рекуператора. Секция нагрева, электрического нагрева 1300 с небольшим ватт. Больше вам не надо, и он даже, скорее всего, полностью никогда не будет работать. Дальше у нас два вентилятора. Вытяжной приточный. Еще два фильтра. Значит, фильтр на приток в помещение. Вам непосредственно тот воздух, которым вы дышите. Это уже фильтр E11. Ставится на заводах, где делают микросхемы, и в операционных, потому что там нужен максимальный класс очистки. И у вас в вашей комнате будет тоже, в вашем доме будет тоже максимальный класс очистки. Другой фильтр на вытяжке. Тоже здесь стоит на вытяжке фильтр, но на вытяжке из вашего дома, из вашей квартиры. Этот фильтр позволяет, тоже G4 простой, позволяет содержать в чистоте наши рекуператоры. То есть у нас рекуператор защищен этим фильтром, и вот этим фильтром, двумя фильтрами защищен наш рекуператор. Еще один элемент. Вот это все дренажный поддон. Смотрите, установка у нас сейчас стоит на своей, так скажем, спине. Это нижняя часть установки, которая у вас внизу. И поэтому это дренажный поддон. Все мы знаем, что при работе, при точно вытяжной машине, зимой может образовываться конденсат. И компания Харинайс решила этот вопрос, сконструировав вот такой вот дренаж. И вот здесь вот есть небольшое отверстие для слива воды. Не факт, что в Москве, допустим, в московском регионе или в Подмосковье будет образовываться дренаж. Но если он будет образовываться, то он будет стекать вот по этому дренажу. Он по бокам весь плотно прилегает к секции ротора, поэтому он стекает сюда. Вот к этому месту вы подводите небольшой дренажный патрубок, по которому уже стекает все это в канализацию. Мы знаем, что на российском рынке есть установки, которые не оборудованы таким дренажным поддоном, а это очень известные установки. И часто люди жалуются то, что они начинают обмерзать и текут. Здесь такого происходить не будет. Что делают другие известные производители, чтобы у них не обмерзали рекуператоры. Они просто делают так, что у них вытяжной воздух из помещения преобладает над приточным. И за счет этого происходит оттайка рекуператора. Для роторов такого не требуется. Ну что, а за поддоном у нас находятся два наших ротора. Вот такие огромные тяжеленные колеса, бублики, которые вращаются с помощью двигателя, который находится вот здесь. И вот одного общего ремня. Вот именно они и позволяют экономить на электричестве. То есть вот это само сердце, с помощью которого и достигается та высокая энергоэффективность таких установок. Это вот и есть теплообменники, которые забирают на себя тепло вашего дома, вытяжного воздуха, нагреваются. И уже с помощью... Тогда, когда они нагрелись, они уже подогревают приточный воздух, холодный приточный воздух, с собой нагревают. И уже этот воздух загоняется к вам в помещение. При этом потоки не смешиваются. И вот именно это сердце, оно, наверное, стоит треть всей приточно-вытяжной установки. Это стоимость вот этих вот двух роторов около 100 тысяч рублей. Так, на минуточку. Для тех, кто будет писать в комментариях, что, знаете, тут всего запчастей на 100 тысяч. Нет, тут только одного ротора на почти на 100 тысяч. Дальше секция нагрева. Здесь стоит керамический нагреватель от российской компании. Хороший нагреватель, который надежный, безопасный. Сверхнадежные нагреватели, керамические, не бьются током. Все у них хорошо. И это российский производитель, который стал открытием в 2022 году для российских производительских приточек. Потому что мы нашли уникальное решение, кто делает не хуже немецких нагревателей. А даже лучше, как говорят. Эти нагреватели используют такие бренды, как Vent Machine, Brizard, ну и все остальные, кто уже вышел на этот завод. Потому что завод действительно передовой и уникальный. Едем дальше. Вентиляторы. Вся наша ценность и уникальность этой установки в том, что она как бы блочная. И мы можем взять блок вентилятора и просто его достать. Вот я с полностью рабочей установки снял этот блок. Также могу его поставить. Второй блок. То есть они все подключены. Мне ничего не нужно. Нужно только лишь достать. Здесь мы видим наш вентилятор с обратно загнутыми лопатками. Блок автоматики. Вот в этом месте. И все. Вот так просто все меняется. И с помощью вот такой уникальной технологии компания Хоринес и обеспечивает уникальный быстрый сервис своих приточек. По Москве 24 часа, по области 48 часов, по Питеру 72 часа. Значит, что за это время они делают? Они просто приезжают к вам и у них уже есть с собой вот эти вот вентиляторы с блоками автоматики и с электроникой, которая в них встроена. Что они делают? Если у вас что-то не работает, они просто ставят новый блок, старые забирают себе. Все. У вас приточка сразу же работает. Такого нет нигде. Ну и гарантия на данную установку у нас составляет 24 месяца и плюс 12 месяцев, плюс еще дополнительный год, если вы соблюдаете регламентное техническое обслуживание. Оно достаточно простое. Это своевременная замена фильтров. У каждого фильтра есть свой срок действия. У одного 5 месяцев, у другого 7 месяцев и у третьего 11 месяцев. Если вы их соблюдаете замену, то в этом случае у вас гарантия 3 года. А фильтры я рекомендую менять именно таким образом, не затягивать, а даже, может быть, какие-то фильтры менять и почаще. Потому что по нашей практике у кого-то за 3 месяца забиваются фильтры, особенно приточного воздуха, а у кого-то даже быстрее бывает. То есть все зависит от экологии вашего района. Но по практике скажу, значит, даже в лесных коттеджных поселках раз в полгода точно надо менять приточные фильтры. Поэтому закупайте их заранее, даже в большом количестве можете купить их, чтобы они у вас всегда лежали под рукой. И менять их достаточно просто, как вы видели, здесь снимается вот эта секция одна и вот эта секция, они небольшие секции, меняются очень... Ну, просто вы сами сможете даже это делать. И для вас лайфхак, кстати. Вы можете купить сразу на 3 года вперед фильтров. Они стоят недорого. И у вас сразу автоматом будет гарантия 3 года. Отдельный большой жирный плюс за приложение. Все мы знаем, что у бренда GTC есть свое приложение. Но ребята из Хоринаис заморочились. Дали, я не знаю, как у... Наверное, несколько сумок денег. И разработали свое уникальное приложение. Оно, во-первых, выглядит офигенно. Очень приятное, простое. Установка коннектится гораздо проще, чем оригинальное приложение GTC. Те, кто знает, там есть небольшие проблемы при подключении. Ну, не проблемы, а сложности. С этим приложением вообще ничего нет. Вы просто поставили приточку, подключили к ней провод Ethernet, скачали приложение для Android или iPhone, и все. У вас сразу приложение нашло эту приточку, и вы сразу пользуетесь. Каждый член вашей семьи может пользоваться своим отдельным приложением, которое вы установлены на телефоне. Изначально в бренде GTC, в их родном приложении такого сделать нельзя. Ну и само приложение выглядит очень такое дружелюбное, так скажем. Все понятно. Выставляется температура, скорость нагревателя. Мы видим влажность в нашем помещении. Видим температуру на улице. Есть хороший недельный таймер, с помощью которого вы можете запрограммировать достаточно много шагов на каждый день, как работать приточки. Когда ей включаться, когда ей выключаться, когда ей переходить на такой режим, какую температуру поддерживать. Очень много по шагам можно все сделать. И в скором будущем данные приточной установки с этим приложением будут работать еще и с Алисой. С умным домом Алиса. Это, как вы знаете, один из передовых умных домов в России. И мне кажется, ими пользуются все. Даже у меня есть Алиса. И просто кайф. Настраивается, управляется, все очень просто. И эти функции получат даже те клиенты, которые купили приточки от данного бренда, когда еще не было этого приложения. В самой первой приточке. У всех появится возможность использовать это приложение. И у всех появится возможность законнектить ее с Алисой. Ну что, давайте уже включать. Включаем ее просто кнопочкой и нажимаем. Сразу мы увидим, как у нас закрутились наши роторы. Жалюзиные наши заслонки начали открываться. Вентиляторы пока молчат. Заработали вентиляторы. Заслонки открылись примерно наполовинку. Сейчас установлена первая скорость. Ну, кстати, на первой скорости пока работает все достаточно бесшумно. Но, как мы знаем, это очень мощные вентиляторы с обратно загнутыми лопатками. Они создают огромнейшее давление в 900 паскалей. Но при этом обладают, конечно же, достаточно высоким уровнем шума. Поэтому, сама приточка достаточно хорошо гасит шумы. То есть, корпус ее хорошо шумоизолирован. Но использование шумоглушителей, конечно же, обязательно. Но, в принципе, когда проектируете установку такого формата, шумаки вставят, я думаю, 90% людей. А теперь давайте сделаем жестокие замеры этой приточки. Мы будем засовывать наш шумомер прямо в самые места. Так, конечно, никто не замеряет. Но мы попробуем. Первая скорость 60 дБ. Ну, кстати, она не громкая. Если вот так вот убрать от установки, то у нас шум порядка 48 дБ получается. При этом у нас фоновый шум 33 дБ. Это у нас открытая установка на первой скорости. Давайте включаем максимальную, на открытой. 450 кубов и 900 паскалей. Самолет 90 дБ. Самая максимальная мощность, самый громкий звук. Это прямо в камере вентилятора 90 дБ. Это, наверное, сравнимо со взлетом истребителя, наверное, какого-нибудь на взлетной полосе. Шум, если делать издалека, вот примерно в полуметре, то 70 дБ на открытой установке. Теперь давайте закроем ее. И то же самое попробуем сделать на закрытой. Ну что, от уровня шума нашего метро, чему и равняется 90 дБ, мы переходим к уже нормальным боевым испытаниям установки, когда она закрыта. Но при этом у нас еще нет шумоглушителей. Когда мы накинем шумоглушители на приток и на вытяжку, то она станет вообще беззвучной. Тогда нам нечего будет мерить. А сейчас мы замеряем ее именно вот как она есть, без подключения сети шумоглушителей, которые дополнительно еще убивают весь звук. То есть сейчас мы слышим, как выходы, как воздух выходит, как работает ротор вот с этой стороны, я слышу. И попробуем замерить. Давайте пробовать. На расстоянии полуметра. 37 дБ, первая скорость. Это достаточно хороший показатель. Это, ну, я свободно говорю. Я слышу, конечно, ее, но она работает практически беззвучно. Если учитывать тот факт, что она находится всегда в каком-то либо в гардеробе, либо в санузле под потолком, под подшивным потолком, который еще может быть тоже дополнительно шумоизолирован. Или вообще в какой-нибудь технической комнате, типа бойлерной или в другом помещении, где, в принципе, никого нет. Давайте включаем максимальную скорость 450 кубов 900 паскалей. 56-57 дБ. Но, как вы видите, она у нас не в сети, нет никакой нагрузки, нет шумоглушителей. Я слышу звук вот сразу оттуда и оттуда. У нас там два вентилятора. Я их сразу слышу. Здесь слышу чуть-чуть, как ротор шелестит. Здесь слышу, как работают винты наши. Если сравнивать с подобными установками, то это уровень шума такой, какой должен быть даже тише, чем у конкурентов, на самом деле. Но, опять же, как мы знаем, любая такая установка, мощная, она должна комплектоваться шумоглушителями. И когда мы ставим шумоглушители и на приток, и на вытяжку, там, где у нас стоят вентиляторы, то мы сразу получим автоматический уровень шума, уже приемлемый для тех помещений, где должна устанавливаться эта приточка. И еще я бы хотел добавить, что здесь не установлены фильтры, а именно фильтры тоже являются такими микрошумоглушителями, которые несколько дБ легко погасят. И поэтому она изначально еще тише, но у нас нету фильтров в данный момент. Где же устанавливать такие приточные установки? В каком месте? Это какая-то шумоизолированная комната, либо гардероб, либо прачечная, санузел. Ну и, опять же, я бы рекомендовал немного подготовить потолок в этом месте, чтобы можно было дополнительно еще шумоизолировать приточку, и тогда вы точно ничего не услышите. По вент-каналу, когда вы ставите шумоглушитель, у вас шум двигателя нет, никакой не идет, и есть только шум ветра, но когда грамотная сеть воздуховодов, то этот шум ветра у вас никуда не попадает, у вас все скорости настроены таким образом, что у вас в решеточке попадает определенный объем воздуха, и он идет уже бесшумно. Ну что, а теперь давайте проверим, не обманывает ли нас производитель с давлением данной установки. Должно быть 900 паскалей. Ну, конечно, 900 паскалей мы с такой сопротивлением не сможем отдать, но близко к этому, я думаю, я вам покажу. Давайте ее зажимать. Для этого мы включим на полную мощность, вставим эту трубочку в нужное место, и заглушим ей выход воздуха. Выход и забор воздуха. Ну вот сейчас я заткнул заборную часть, вставил в нее нашу трубку с манометром, и мы видим значение 920, 930, 990 даже проскакивало паскалей. То есть мы видим, что сопротивление огромное, и она это сопротивление выдает. Получается, значит, она может с ним работать. И теперь я то же самое попробую сделать на приток. На притоке, конечно, тяжелее сделать, потому что она пихает, и очень трудно удержать картонку с трубкой, чтобы прекратить ее поток. Невозможно практически удержать. Специально обученный человек сейчас зажимает ее выход, и вот он настолько зажал, что мы видим сопротивление 800 паскалей. Больше потому что не можем, потому что воздух находит щели и выдавливается. Но вот видите, 800 паскалей она работает, и она выдает эту мощность. Так что производитель заявляет истинные характеристики этих вентиляторов. Теперь давайте подведем краткий итог. Для кого эта установка, и кому она может быть полезна? Во-первых, самое важное, тот, кто покупает приточно-вытяжные машины, это самый молодец, так скажем, потому что только приточно-вытяжные машины способны создать уровень комфорта такой, как на улице. То есть у вас вытягивается отработанный воздух с вашим CO2, который вы выдыхаете, и загоняется в новый подогретый воздух с улицы. Просто приточная машина не в состоянии это сделать, потому что приточная машина работает как? Она просто нагнетает воздух, и тот воздух, который находится у вас, грубо говоря, испорченный, с отработанным углекислым газом, который вы выдыхаете, она пытается приточно выдавить по вашим вытяжным каналам в вашем доме или в вашей квартире. А тут эта приточка не использует общедомовые вент-каналы, а она сама вытягивает, забирает отработанный воздух и заменяет его новым. То есть два действия, которые направлены на улучшение воздуха. Это гораздо, гораздо, это в два раза лучше, чем обычная приточка. Но такие приточные установки могут позволить себе немногие. Она, как вы видите, она занимает больше места, ну и стоимость ее гораздо дороже. Стоимость не просто машины в два раза дороже, а ее монтажа. То есть ее монтаж тоже будет в два раза дороже, потому что у нее есть и приточный канал, и вытяжной, который нужно разводить по помещениям. То есть двойной монтаж и, наверное, двойная стоимость установки, по сути. В принципе, система в два раза дороже. Но при этом вы получаете самые лучшие показатели воздуха у себя, и при этом, используя наши рекуператоры, вы экономите всю оставшуюся жизнь на электричестве. Ну и давайте поговорим о цене. А цена, это преимущество данной установки, стоит она 379 тысяч рублей. На момент всех удорожаний и запретов на ввоз уже было дешевле, чем аналогичные импортные европейские, так скажем, аналоги. А начинались европейские аналоги, наверное, от 1450 при данной компоновке, данной мощности и так далее. А сейчас, если взять европейский аналог, который, мы знаем, чуть-чуть как-то проникает на российский рынок, они стоят порядка 800 тысяч рублей, что, на мой взгляд, вообще неразумная стоимость, если есть вот такой вот аналог за 379. Причем с полной российской поддержкой. Там вы привозите еще непонятно, есть у вас запчасти на ремонт, в случае чего, а случаи бывают разные. А тут есть все. Вы получаете и гарантию, и поддержку. Поэтому, если вы проектируете себе сейчас приточную удержную установку, обязательно рассмотрите вот этот вариант. Я вам советую, вы можете приехать к нам, послушайте, можете приехать к компанию Харинайс, тоже послушать ее, посмотреть детально, рассмотреть, задать свои разные вопросы. И я думаю, что у ребят будет все ответы на то, что вы хотите узнать. Надеюсь, данный обзор вам был полезен, интересен. Пишите ваши вопросы и комментарии. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok